Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 19 апреля. Преподобно-мученик Агафангел в миру Афанасий, родом из города Эны, в Ракийской области, был воспитан строго православной семье. После конфины родителей он поступил на морскую службу. Турки решили обратить умного и умелого юношу в ислам. Они знали, что он не отречется от Христа по доброй воле, и в городе с мир не напали на святого, нанесли ему рану и, угрожая смертью, заставляли принять ислам. Юноша растерялся и пообещал назваться мусульманином в надежде скоро избавиться от насильников и отречься от этого обещания. Но ему это долго не удавалось. Он мучился угрызениями совести и, наконец, изыскал возможность покинуть город и отправился искать пристанище на Святой Афонской горе. Приезд в Сигменской обители Игумен Ефимий исповедовал его и благословил на послушание, которое Святой Афанасий проходил с величайшим усердием. Но и самые трудные подвиги Святой Афанасий считал недостаточными, что упокается в грехе отречения. Он чувствовал, что ему необходимо отдать жизнь за веру во Христа и стал усердно молиться об этом. В 4-е воскресенье Великого Поста 19-летний юноша был пострижен в монашество с именем Агафангел. Святитель Николай Чудотворец явился новопостриженному иноку во сне и обещал свою помощь. Игумен Обитель увидел в том особое знамение и благословил Святого Агафангела исповедать смирне веру Христову перед теми, кто заставил его от нее отречься. В атаманском судилище исповедник рассказал, как его насильственно заставили принять чуждую веру. Публично отрекся от ислама и исповедал себя христианином. Святого Агафангела стали уговаривать и увещевать. Он отвечал, «Гнушаюсь я и увещаниями, и обещаниями вашими и вами самими. Христа только люблю. Христа моего ищу. Христом моим наслаждаться желаю». Судья стал угрожать ему мучительной смертью. «Готов я за Христа моего вытерпеть все. Все роды мучений принимаюсь величайшей радостью. Прошу только немедлить привести в исполнение слова твои», — ответил Святой. Святого Агафангела связали, сковали тяжелой цепью, ноги забили в деревянные колодки и бросили в темницу. Вместе с ним там находились еще два невинно осужденных христианина. Один из них Николай после смерти преподобного мученика засвидетельствовал его мучения. На следующий день Святой Агафангел в оковах снова предстал перед судом, мужественно претерпев все истязания, которые приготовили ему турки, он вновь был отправлен в темницу. Николай сообщил ему, что один влиятельный человек ходатайствует перед судом об его освобождении. Но Святой Агафангел в письме к тому человеку просил не набивать для него свободы, а молиться Богу об укреплении его в мученическом подвиге. Святой готовился к последнему испытанию. В полночь ему в видении было открыто, что его казнят не позднее пяти часов, и он с радостью стал ожидать назначенного часа. Около четырех часов за ним пришла стража. Не видели никакой возможности отвратить стойкого исповедника от веры Христовой, судьи решили казнить его. Сосредоточившись в молитве, мученик не замечал ни приготовления к казни, ни большого стечения народа. Он был обезглавлен около пяти часов утра. 19 апреля 1819 года христиане выкупили святые мощи мученика и погребли их в городе Смирне в храме великомученика Георгия. В 1844 году часть святых останков преподобного мученика Гафангела была перенесена на Святую Афонскую гору в Ессигменскую обитель. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok